друзья привет сегодня приглашаю вас в очень расслабляющий влог выходного дня мы вообще не будем думать о повседневных делах и работе сейчас майские праздники и к традиционным субботе и воскресенье добавился еще и свободный понедельник конечно это не может не радовать и прям чувствуется дополнительный заряд энергии от этого пару дней назад мы сходили в наш единственный в обердине театр на постановку трамвай желания и конечно само представление снимать было нельзя но вот интерьеры театра и душевный ужин перед спектаклем я вам сейчас покажу и потом встретимся снова поделюсь впечатлениями от представления Сегодня с самого детства было множество театров и концертных залов, потому что я училась в музыкальной школе, и мы часто выступали, ездили с гастролями на конкурсы в разные страны, поэтому меня удивить довольно трудно, и представление действительно должно быть на высоком уровне, чтобы вот я осталась довольна, воодушевлена и возвращалась домой с таким приятным послевкусием. Сейчас у меня не было никаких ожиданий, но все-таки где-то в глубине души я надеялась, что шотландская труппа покажет что-то более притягательное. Я бы оценила постановку где-то на 3,5 балла из 5, потому что были какие-то несинхронные моменты, когда была групповая сцена, к примеру, или странное расположение декораций, недостаточно пластичные движения, все это бросается в глаза, но даже несмотря на это, все равно вечер получился очень атмосферный, и учитывая, что в театре последний раз я была еще до ковида, конечно, никаких нареканий и жалоб быть не может по этому поводу. Просто на будущее хочется спланировать визит в какое-то более грандиозное место, и сейчас у меня такая прям вот мечта посетить Венскую оперу. Я была в Вене много лет назад, кстати, тоже на музыкальном конкурсе, и сейчас мы смотрим, пересматриваем «Детектив», очень старый, «Комиссар Рекс», как раз действие происходит там в Вене, это вообще сериал моего детства. Так вот, под впечатлением видов этого города и просто этой атмосферы, и начало тоже, когда там идут субтитры, там начинает звучать вот эта музыка венского вальса, очень как-то хочется съездить именно туда. Если не в этом году, то, надеюсь, в следующем такой театральный опыт у нас появится. Сам сюжет пьесы «Трамвай желания» я как-то давно прочитала, но все позабыла, поэтому половина сцен были непонятны. Но костюмы и музыка, декорации в целом были действительно классные, и музыкантов мы видели прямо вот сверху, тоже было интересно за ними наблюдать. Что касается зрителей, то в основном люди были одеты сдержанно, скорее даже с уклоном в повседневный стиль, но некоторые были более нарядные, некоторые менее. Но что меня больше всего удивило, это то, что прямо в зал многие брали с собой пластиковые стаканчики, там, не знаю, с вином или шампанским. И не знаю, есть ли в этом театре буфет лично, мне так думается, что его нет, потому что здание совсем небольшое. Мне как-то всегда казалось, что напитки и бутерброды с икрой происходят в антракт, но не прямо вот в течение самого акта, как, я не знаю, как в кинотеатре получается, что сидят с попкорном и с попсиколой. Но, конечно, никакого шороха, не знаю, там, шоколадных оберток или просто какого-то булькания от питья не было слышно. Люди были все очень приветливые, вежливые, действительно, они знали, куда они пришли. И в основном, если так посмотреть на возраст зрителей, то, наверное, все были нас постарше лет, ну, на 15. О, кстати, нет, за нами сидели зрители с детьми, семья, но мне кажется, эта постановка не совсем подходит для детского восприятия. Уж не знаю, смогли ли эти ребята насладиться представлением. Но, если в целом говорить, атмосфера того вечера нам очень понравилась. И вывод таков, в места, пропитанные культурой, действительно нужно наведываться чаще. Если вы тоже давно нигде не были, то, наверное, сейчас самое время посмотреть афишу и спланировать себе душевный вечер. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В этом году, 8 мая, у нас не столько день победы, сколько день коронации нового монарха Чарльза III. Действительно, на календарях написано 8 мая Victory Day, но для британцев и для европейцев в целом более важным является, по-моему, 1 ноября. Это просто такой общий день памяти погибшим в течение Первой и Второй мировых войн, и символ там такой красный маг. Я уверена, вы значки такие подобные где-то видели. В этом году 8 мая выходной день, и, конечно, все магазины сейчас буквально пестрят флажками, атрибутикой, но вот кого не спросить здесь, местных шотландцев, у всех один ответ. Они говорят, мы не верим в монархию, мы не следим за королевской семьей. Не знаю, насколько это по-другому в Англии. Если вы там живете или, может быть, бывали недавно, расскажите. Потому что мне думается, что в Лондоне особенно атмосфера сейчас совсем другая, и я думаю, они как-то более так приветливо относятся к коронации. Ну и, наверное, наплыв туристов тоже из-за этого больше. В целом, все это, конечно, выглядит довольно мило, знаете, можно найти такие символичные чайные пары, tea towels, такие салфеточки для five o'clock tea, или маски, где можно просто, знаете, так одеть, и со своими глазами, но с изображением нового монарха или его супруги. Действительно, с уходом Елизаветы все как-то сходит на нет, и угасает вообще сам статус королевской семьи. И все больше и больше людей, особенно в Шотландии, которые всегда хотели отделиться, сколько раз они голосовали за независимость. Здесь особенно, я не могу сказать, какое-то открытое недовольство этим, но действительно явственный неинтерес. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Друзья, я долго думала, каким рецептом с вами сегодня поделиться, потому что наше меню, в принципе, довольно стабильное. Не хочу говорить однообразное, потому что все-таки у нас на тарелке можно найти великое разнообразие цветов и текстур, но вот что-то абсолютно новое мы готовим редко. Если блюдо нравится, то можем его есть вот пока не надоест, оно не надоедает довольно долго. Конечно, изменения незначительные происходят, но какие-то просто вариации в ингредиентах или в подаче, поэтому давайте просто сейчас отправимся на кухню и уже там, на месте, решим, что будем готовить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, будем на сегодня прощаться. Спасибо, что составили мне компанию, провели эти выходные вместе со мной, надеюсь, вам было интересно, и также поделитесь, как проводите свои майские праздники. Надеюсь, у вас погода весенняя, потому что у нас за окном совсем что-то не майское. Надеюсь, что мы с вами увидимся уже очень скоро, но пока, если вдруг соскучитесь, можете всегда пересмотреть свои любимые ролики у меня на канале, я уверена, такие есть. Всех обнимаю и до скорых встреч!